Создать масштабную историческую стратегию под силу далеко не каждой студии. Но сотрудники воронежской компании World Forge – ребята не из робкого десятка. Уже третий год они бьются над стратегией в реальном времени «Войны древности Спарта», и, похоже, совсем скоро работы над проектом завершатся. Во всяком случае, нашему корреспонденту, побывавшему в Воронеже, разработчики показали играбельную бета-версию своего творения. В журнале ты найдешь подробный материал о Спарте в рубрике «Под прицелом», а в этом видеоролике тебя ждут комментарии от самих создателей. Предоставляем им слово. Можем привезти на «Ликс Пэмбру». Также менее значительные постройки – это стрельбище и казармы. Также можно увидеть здесь еще какую-то ферму, мастерскую, вот те самые хранилища, в которые надо будет относить еды. Ну, мы начнем, я думаю, с экономической части. Вот, посылаем рабочих, как это делается, в рудник и на деревья. Соответственно, они начинают там что-то рубить, крошить бодро. Ну, тут тоже в руднике можно увидеть. Ковш приезжает, если санимировано, с эффектами. Флаги болтающиеся на ветру и так далее. У нас святок третий рабочий. Давайте ему дадим, установим какой-нибудь варкшоп. Здание, прежде чем установить, можно вращать при помощи мышки, то есть выбирать любую позицию. Вот, это особенно полезно будет в карьере установки ловушек, например. Давайте построим ФОЧ. База, как можно заметить, занимает довольно-таки большую площадь, поскольку здания все очень большие. Построились, конечно. Вот, так что придется с одной стороны либо компактно ставить здание, но тогда будет угроза того, что база легко может сгореть. С другой стороны, можно их ставить далеко друг от друга, но при этом будет достаточно тяжело защищать такую базу. Можно попробовать произвести юниты. Ну, сейчас тут уже есть какое-то количество задизайновых юнитов. Изначально они были сохранены. Можно увидеть, что иконка состоит из, собственно, самого юнита, а также оружия, которое он имеет. То есть вот... Вот, сейчас видно, что этот юнит вооружен каким-то там топором, здесь копьем, какие-то метательные оружия, есть у него также щит. Ну, мы сейчас произведем, допустим, такого человека. Вот, он выбежит, начнет тренироваться. То есть видно, что юниты производятся. Должно быть очень удобно и иллюстративно в процессе игры, когда ты видишь, ага, у них вот тренируется, значит там все в порядке. Соответственно, в дистанционном здании все немножко иначе. То есть они здесь больше тренируются на меткость. Скидают вещи. Можно видеть, что камень из врача отлетает. Все это по физическим законам. Вот, построилась лошадь у нас, где. Кстати, можно посадить пилонавицу на лошадь. А вот сейчас покажу. Вот, например, мы возьмем гоблета-вероплита с тяжелым топором двулочным. И если мы посадим его на лошадь, то он топор, собственно, спрятал. Тут показано, что топор использовать на лошадь нельзя. Поэтому он сможет только таранить. Вот, ну-ка, снять с лошади и посадить туда в силу. В силу, по-моему, да. А он может стрелять с врачи, например. То есть он может одновременно избивать лошадью и работать с расстояния, как он делал бы это на земле. Ну что, устроим небольшую драку, я думаю. Там нас поджидают египтяне. Посмотрим, сможем ли мы такую кучку победить. Вообще, это очень сильные воины в данный момент. То есть можно увидеть, что он есть в металле. Это как раз гоблит, гоблит. Невероятно тяжелый, с самым здоровым топором. То есть он силен, но он очень дорогой. Построить его стоит больших трудов и временных затрат. Вот тут стоит египтяне и убийца, о которых мы уже говорили. Туман войны для презентации я отключил. Вот, кто-то рубил его. Можно видеть, что тут слетают шлемы следей, если в них попадают критические стрелы. Остаются все в ювентах, в общем-то. Ну, быстро замесили, в общем, они египтян. И на поле боя осталась валяться оружие от них. В общем-то, это вот как раз та вещь. Тот самый конструктор, в котором можно эгипировать воинов. Тут есть восемь слотов, в которых сохраняются воины, которых мы можем эгипировать. Вот, каждому вону можно дать какое-то имя свое. Вот. Можно выбрать какой-то будет пивник. Легкий, средний, тяжелый. Соответственно, цены и время постройки у них меняются. Вот. Если мы добавим, допустим, дубинку, основание поднялась, время производства увеличилось. Добавим еще какой-то щит. Вот. Так же все увеличилось. А вот, кстати, принесли оружие. Можно увидеть, что появилось у нас египетское оружие в количестве четырех единиц. Вот. И это оружие халявное, на самом деле. Мы собрали его с поля боя, мы не должны за него платить. И, когда мы даем ему халявное оружие, цена у него не меняется. Время постройки тоже не меняется. То есть, гораздо быстрее все это происходит. Мы же, мы видим, что лук распьем. Итак. Вот. Неверельская стена, на которой расположились воины с арбалетами. Вот. Пересечь ее, возможности нет. Поэтому мы будем ее пытаться атаковать катапультами. Ну, вот так это происходит. Примерно. Это называется кегельбан. Здесь оружие у него выпало в одну сторону, сам в другую. Там какое-то еще дерево свалилось. Все это вот так вот. Стена состоит из множественных сегментов. При попадании в нее катапульту. Ну, все это тоже разрушается на физические куски. Сейчас они будут разваливаться. Когда дымочек распределяется по всей стене. Таким образом, основная часть получает там больше, естественно, больше урона. И соседние также получают небольшой урон. Поэтому разрушение стены идет сразу. Всего объекта постепенно. То есть, нет такого, что один кусок мы выломали и все. Нет. Соседние куски тоже получатся. Ну, что-то там, да. Сзади уже пошло. Разводимся. Сейчас все будет дальше. Еще разводимся. Вторую катапульту не буду. Показать. Вот. Все выпало. Сейчас отломим один из кусок. На самом деле, это не так быстро, как кажется, поскольку урон все-таки распределяется. Ну, типа развалилось все. А это, значит, тот самый конструктор специальных именов. Здесь можно попробовать им дать такой щит стационарный. Этот мы произведем. Вот. Нас интересует лестница. Ну и, я думаю, лук мы тоже дадим накладить более модным. Вот. Итак, лестница. Они тут тоже тренируются, бегают. Представляют лестницу. Как раз мы вам ехали. В общем, веселые пацаны. Так, этот. Вот этот юнит необходим для защиты как раз от вот этих вот лошадей, лесниц и прочих животных, транспорт, которые могут сбивать. В общем, он может раскладывать свой чип. Таким образом. Вот. И вставать за него там прятаться. Собственно, в таком виде у него появляется, вот, увеличивается броня. Да, появляется небольшая аура позади него. У юнита добавляется броня. И сбить его нельзя, поэтому транспорт пытается его объехать. В общем-то. И это полезно ставить, если у тебя нет транспорта, а противник на самом полагается, допустим, на катапульту. Вот, там пытаются что-то сделать со стартовым луком человека. Все равно не нравится. Ну, он тоже может его там разложить. Вот это все происходит. Очень удобно. Можно вот переключиться в салон. Зарядил и готов. Готов. Вот. Стрелять не в кого-то. Ну, давайте стрельнем его широко. Да, но пока он очень быстро разворачивается. Надо помедленнее стрелать, а то сильно. Эх! В общем, вот так. Итак, вот тот самый индикатор ветра, о котором я уже рассказывал. Сейчас ветер не слабый, поймать его не так просто. Вот. Будем атаковать вражеские сирени. Мермера. Ну, да, вот они встали, в кружочек оружия сложили, все там, мечи и всякие, все что было, и стали бросать фукелами. Соответственно, с фукелами они там врон маленький. Вот. Дом уже начал дымить, но видно, что он стал обгорать потихонечку, то есть вот дырки какие-то появляются в салоне сечение времени. Сейчас, когда он будет троснить, то появится огонь. Будет время. Мы стараемся отвезти. И все, пошли, пошли, пошли. Вот. И вот здание начинает гореть само по себе. Уже поскольку не видно, что оно достаточно сильное. Достаточно сильное пламя, все горит. Термопартика присутствует. Вот. Это действует на рядом стоящие объекты, но мы что-то по ветру не попали. Сейчас попробую кого-нибудь еще уничтожить. Вот. Здание состоит из физических объектов. Как видно, они один за одним тут потихонечку отваливаются, разламываются и так далее. Вот. Оп. Попала штучка. А вот. Ветер поменялся. Ветер достаточно сильный. Поэтому у Фольджи очень быстро начинает отниматься жизнь. Как видно. То есть он начинает сам, сажим, разгораться. Если ветер сейчас еще некоторое время... Ну, мы сейчас прогаймем. Вот. И вот. Вот. Юниты тоже, кстати, пока что они получают урон. То есть один выжил чудом, а два других рабочих, можно заметить, омерли. То есть если мы уничтожим такое хранилище, на самом деле, и у игрока будет много еды, запомнили почти под конец, то еду свою он потеряет. Вот. Загорелись леса. Вон переходит с дерева на дерево. Вот. И так можно распространяться достаточно далеко. Вот. Ветер пошел, и у нас сюда есть лесной пожар практически какой-то настал. Ну, сейчас что-то ломается. Вот. Ну, даже сгоревшее дерево, оно остается стоять, и его, в принципе, можно срубить. А тут достать какое-то количество деревесины. Вот. Ну, мы тут, пожалуй, на голову установим. Ну, пока мы смотрим бенчмарк. Я немножко расскажу про расы. В игре три расы. Вот. Сейчас мы в данный момент видим спартанцев. Представлены различные здания спартанцев. Каждый раз имеет около двадцати видов зданий. Вот. Вот, например, строительство катапульта идет на заднем плане. Здесь рабочие делают какие-то апгрейды. В храмах производится истерий. Вот. Тренируются юниты боевые. Вот. Каждый раз имеет около пятнадцати различных типов юнитов, не считая тех, кого можно экипировать разным оружием, что, в общем-то, делает количество вариаций неизменимо большим. Это, кстати, флейтисты. Именно-то поддержки спартанские. Вот. Поднимают боевой дух и вообще всячески помогают воевать. К вопросу о персах. Персы, в отличие от спартанцев, обладающих хорошей организацией, можно сказать, некой государственностью. Персы более природная, инстинктивная раса в нашей игре. Вот. Они полагаются, в основном, на животных, на какие-то страсти, инстинкты. Поэтому среди их юнитов много боевых животных, много элементов, связанных со стихиями, таких как огонь, сокол и так далее. А вот мы видим массивную битву греков с египтянами. Собственно, неизвестно, кто-то задержит победу. Каждый раз по-разному бывает. Но сейчас, видимо, да, греки поджимают. Египтянами же сами отличаются от остальных раз высокими духовными качествами. Они мистики, спириты, у них множество различных жрецов, каждый из которых поклоняется, представляет какого-то бога, как то Баст, например, богиня-кошка или Анубис. Ну да, вот мы видим, что спартанцы победили, начали разрушать египетские строения. Это, кстати, обелиск, специфическое строение египетское, которое дает тоже защитную ауру. Вот куски тут рушат юнитов, всех позавалило. В общем, ну, сурово, сурово. Без юнит-контроля? Ну да, да. Если не контролировать своих юнитов, то их всех порубят. А вот тут тест на ловушки, собственно. Вот ребята пытались пробежать не там, где надо. А как срабатывают лоунтушканчики? А, лоунтушканчики. Они могут срабатывать автоматически. Можно их включать вручную. Причем это задается игроком. Либо он ставит на обдосрабатывание, либо он ее сам инициализирует. Но вообще, инициализация это, фактически, смерть ловушки. То есть враг тоже может твою ловушку инициализировать, если он ее убьет, уничтожит с расстояния или зайдет с какой-то стороны, на которую она не реагирует. Но для этого ему нужно эту ловушку предварительно заметить. А заметить ее не всегда просто, потому что она не отображается на миникарте. То есть это надо быть глазастым и просто смотреть по сторонам. Ну да, смотреть, куда бежишь. Это персидская база. Тут, правда, нет никаких рабочих, но можно тут видеть в отдалении верблюда. Спартанцы ее разносят на куски. Вот этот вот верблюжатник, он также обреется еще в ферму боевых животных. И там также можно будет строить слона, впоследствии државского слона. Верблюда розовеют, но это пока затычкает. На самом деле они будут истекать кровью. А вот это чудовищное здание, это персидская овчарня. Я покажу вам ее в действии попозже. Потому что персы очень любопытно добывают еду. Это их золотодобыча, а тут что у нас? Там вот рудники показывают золотые шарты. Ну да, вот золотые жилы. Вот золотые жилы, когда золото в руднике заканчивается, они уменьшаются, 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 в конце сходит на место. То есть когда в руднике нет совсем золотых, он перестает быть золотым. Основная идея, это чтобы игрок, в общем-то, без откликания на здание, вот видите, ситуация в своей базе, то есть какое здание там подразрушено, какое там горит, где-то кто тренируется, также это дает какой-то адвантаж, когда ты смотришь на вражескую базу, никаких данных по ней нет, а ты уже можешь прикинуть, что он там делает? Нет, да, вообще мы пытались это не только к базам отнести, но ко всему, ко всем элементам идут. Например, тот же ветер, вот здесь можно видеть, и по партикам нельзя это смотреть. Вот тут проверка лесного пожара, да, какой-то он, честно говоря, вот именно про его производительность. Да, максимальное просто количество партик они включили. Одновременно включили задание деревьев. Вот они по-настоящему. Продемонстрируем вам корабли, для этого нам понадобится интерфейс. Вот спартанский флот, представлен тремя кораблями. Легким кораблем, тяжелым и баржей. На тяжелых кораблях можно видеть встроенное орудие, которое может атаковать водные и наземные цели. Легкие корабли не обладают никаким оружием, но они могут вести команду и могут таранить вражеские корабли. Соответственно, паруса раскладываются и складываются в зависимости от того, по ветру мы движемся или нет, потому что ветер также влияет на движение кораблей. Против ветра, вот как сейчас в данной ситуации, мы будем двигаться медленнее, чем хотелось бы на самом деле. Вот чуть-чуть его таранули, но, правда, не убили, поскольку мы против ветра плавли, и поэтому таран слабый. Он зависит от скорости корабля и угла, под которым мы тараним. то есть если пройти вскользь, таран не будет никакого. Головру бы добить кому-нибудь целиком. Все-то, мне кажется, не получится. Так вот он тоже не таранит, поскольку скорости совершенно никакой. Т.е. у грехов, соответственно, в корабле у них ярко выраженный таранный элемент по носу. Они сильнее тарана, чем по-мегудски, по-персидски. Грехи, они самые сильные, это же корабли с тараной победой, так и в жизни. Голос-помоград Проплыли сквозь него, и лавну. Ну его катапульт его били, скажем, протаранить. Ну да, мне тоже так кажется не успели, мы его протаранить, поскольку есть стройные орудия. Персонарь на орудии. Куда-то начинают стрелять. А они начинают стрелять на нас, и могут постреливать. Такая битва. Но это не интересная битва, поскольку у меня команды нет, я их на вардаш брать не смогу. Вот выкидываются крюки, корабли сближаются, начинаются какие-то руки. Но пока еще периодически туда не застревают. Как я и говорил, шансов у меня не было. Ну и все, они возвращаются на свой корабль, и корабль переходит их. Итак, сюжет простой. Проход завален камнями здесь, и мы отрезаны от наших поисков, нам надо продвигаться вперед. Завал будет расчистен через 19 минут, а в это время на нас нападают перси. Войск у нас здесь очень мало, конкретно вот все наши войска. Собственно, герой и четыре спортиана, а вот пришли перси. Производить здесь войска мы не можем, поэтому есть только один способ как можно отбиться от них. Это использовать рабочих и возможность строить ловушки. Итак, собственно, ловушки имеются два типа. Вот такая вот штучка. Вот эта зеленая область – это зона поражения ловушки и зона, на которую, собственно, она среагирует. То есть мы видим, что здесь примерно ровная поверхность, и зона не работает. Но если мы ее развернем и приблизим к склону, то она будет гораздо более эффективна. Лучше, наверное, вот так немножко встать, потому что она будет двигаться, срабатывать наперед врагам. Есть дело! Сейчас мы весь склон этим делом затыкаем. Чем позабить? Ага, вот приближается ураги, кстати. Вот тут это неудачное было. А я сработал, но что-то поздно. Они увидели рабочую. Ах, черт! Отходим, отходим. Так, ну вот так вот мы, собственно, всех и одолели. Спасибо. Спасибо.